Пока виртуальная модель на экране, а через некоторое время реальное устройство. Чем сложнее задача, тем интереснее юным конструкторам. Третий научно-технический конкурс инженерных хакатон объединил почти 100 умников из разных уголков края. Команда предстоит решить 11 сложных задач или по-современному кейсов. От разработки мобильного приложения до модернизации заводского станка. Удивительно, но факт. В идеях студентов и даже школьников нуждаются разные предприятия. В том числе и крупные заводы. Фантазия детская. И вот те знания, которые в области компьютера, в области цифровизации, они зачастую у детей, у молодежи гораздо обширнее, чем у взрослых, подготовленных профессионалов. И там, где справляются дети легко, взрослому человеку практически невозможно это сделать. В силу уже своего возраста, в силу специфики мышления и так далее. А перед детьми, перед молодежью вот эти горизонты открыты. Они не видят, не понимают там смету, где посчитать, сколько можно заложить, сколько нельзя заложить. Они предлагают те варианты, которые они бы хотели решить, и это будет наиболее эффективно с их точки зрения. Один из самых популярных кейсов на инженерном хакатоне, его выбрало большинство команд, это создание арт-объекта. Он впоследствии должен стать украшением города, местом для фотосессий, но одновременно таким, который может подчеркнуть исторические и культурные особенности региона. Дети решили, неплохо бы напомнить, где зарождалась целина. Люди сидят около костра, трактористы, те, кто работают в поле, сельхоз, вот это вот все хозяйство, и также они оставляют место для потомков, то есть, чтобы человек мог присесть, сфотографироваться, напоминая о том, чтобы мы не забывали о своем прошлом. Большинство кейсов задач для экономического сектора. Так, двое школьников Поспелихинской школы работают с установкой МАУ-07. Это пылеуловитель, который предназначен для очистки воздуха. Перед юными инженерами стоит сразу несколько условий. Нам надо облегчить конструкцию и улучшить очистку самого воздуха. Для облегчения конструкции некоторые части, которые не подвергаются нагрузке, можно заменить на пластиковые, а не на стальные. А для очистки воздуха можно либо улучшить фильтры, либо улучшить скорость циклона внутри. На разработку проекта дается всего несколько дней, затем его представляет заказчик. Если тот идею одобрит, по макету ребят создают уже реальные устройства. Но на Хакатоне решает не только задачи для промышленной сферы. Так, юные инженеры разрабатывают мобильное приложение специально для акции Ночь музеев. По нему можно будет легко понять, где и какие мероприятия проходят. Еще одна цель – собрать робота, который будет время от времени проводить офисным сотрудникам разминку. Как говорят организаторы Хакатона, юным подвижным умам любая задача под силу. Три проведенных научно-технических конкурса показали большую часть проектов. Заказчики оценивают высоко и с большей охотой, совместно дорабатывая, внедряют их на производстве. Дмитрий Дроздов, Андрей Печорхин. День с толком.